Каждый день Алексей Суспицын со своим напарником колесят по бездорожью базарно-караблакских сел. На попечении у милиционера жители четырех населенных пунктов. Сейчас участковый расследует дело об угоне машины. Обычно к майору Суспицыну обращаются за помощью, когда доходит до драк и краж. Так недавно у одной из жителей из деревни Липовка украли из погреба всю консервацию. Украли у него 33 банки всяких салатов, компотов, салатов, вареньев. Ну, проводили проверку, выезд, нашли, да. Тунеядец один это совершил. Минувшее лето участковый запомнит надолго. В августе из-за жары загорелось село Белый Ключ. Живет там всего 55 человек, большинство женщины. Тушить дома первым приехал милиционер. Он как лошадь запряженный был, носился. И в поту, и вообще в гаре какой-то был. Я не знаю, где он и был. Я даже не узнаю, что наш Суспицын. Анна Егоровна вспоминает о случившемся со слезами на глазах. Из-за пожара чуть не погиб ее муж. Он инвалид и самостоятельно выбраться из дома не мог. На улицу его вынес участковый. Милый мой, да неужели? Неужели мой, а неужели? Набираю Суспицына. Леш, здрасте, здрасте. Вот так и так. У нас село горит. Они уже тут, уже вытаскивают вещи, уже вот так вот вдоль дороги выложили вещи, уже старика вытащили, все. Свой поступок подвигом он не считает. По мнению Алексея, добираться до сел через сугробы куда сложнее. А любимым моментом в своей работе он считает возвращение похищенного владельцу. Любую боль потерпевшего сначала нужно пропустить через свое сердце. То есть поставить его на свое место. Себя на его место. Вот если в твоем сердце эта боль ощущается, то значит ты еще можешь и должен работать участковым. Липовка, Белый ключ, малая и большая гусихи. В этих селах Алексея Суспицына всегда ждут. Живут там в основном старики и поддержать их, кроме участкового, зачастую некому.